Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амиго, но сегодня у нас реакция на Забрался на небоскрёб в 140 метров без страховки Звучит пугающе, я бы ни за что бы не пополз бы на небоскрёб, ещё и без страховки, ну его нафиг Мои дорогие зрители, это подъём на небоскрёб в 43 этажа Секундомер запущен, в конце узнаем, сколько времени ему понадобилось Страховки у него нет, смотреть страшно Ни в коем случае не пытайтесь такое повторить, никогда Даже если вы проснулись с ранкой от укуса радиоактивного паука Скорее-то, друзья, вас во сне чем-то подкололи Столица Польши, Варшава Небоскрёб центром ЛАЭМ, Лим 140 метров до крыши Есть немного грязи в щенке Меня уже в пальцах холодеет, я просто смотрю, уже в дис, небольшая даже, казалось бы, высота Чувак Но возникнут трудности в середине небоскрёба Я клянусь вам, у меня реально холодеет в пальцах Я не очень люблю высоту И даже представление такого это пиздец В Варшаве, в Праге, в Барселоне, в Париже Залезет практически куда угодно Кстати, в 22-м году альпинистировал, альпинизмировал Аж в Чернобыле На известную радиолокационную станцию Дуга В отражении левее видно здание Дворца культуры и науки В качестве подарка Советского Союза польскому народу Был построен советскими и польскими рабочими Изначально Да, блядь Дай настроиться, серьёзно Заебал Носил имя Иосифа Сталина Уже страшновато, а он ведь ещё до середины не долез Ну, внизу справа есть аптека Люкс Мед Вселяет немного уверенности Пластырь там должен быть Боюсь, пластырь нам не поможет, мой друг Немного сорвалась Блин, тут немного сорвёшься И всё Ждёт увлекательная жизнь С небольшим дебафом В виде паралича Десятый этаж Ну вообще, пан Марчин Банот упасть-то не должен У него отличная физическая подготовка Он выступал, в том числе На полосе препятствий Американский Ниндзя Ну, с названием Польский Ниндзя И там по его голому торсу видно Что он просто стальной клубок мышц Здесь, конечно, это тоже видно Учитывая то, что у него нет страховки И он держится полностью самостоятельно Солнце постепенно заходит Слышны сирены Марчин будет арестован Будут втягивать его в окно Марчин говорит, двадцатый этаж Высоко Снять его отсюда будет уже затруднительно Сколько прислали экипажей? Минимум два Даже три Всю жизнь маленькому Марчину говорили Куда ты лезешь? Что он уже сам задался вопросом А и действительно, куда я лезу-то? Куда ты, блядь, лезешь? Находит ли он ответы на эти вопросы В конце своих восхождений? Мы не знаем Прибыли пожарные Возможно, будут организовывать ему страховку Две машины Он еще забирался в Париже На башню Монпарназ Небоскреб Пятидесяти девяти этажей В двести десять метров высотой Тоже без страховки Спортивные достижения Понятно, но что заставляет некоторых людей делать это со смертельной опасностью? Это вопрос открытый Со страховкой же можно это делать? Начинается середина небоскреба Ограждение с надписью Samsung Ниже остались кафе, рестораны, магазины и офисы Выше начнется отель Mario Всего пятнадцать минут Очень впечатляет Он пролез чуть меньше половины Процентов Не, ну это жестко, это жестко Это, блядь, это ж надо еще забыть Нет Выглядит мощно и страшно Прям до обсценной лексики Ему главное деваться некуда В отеле окна-то явно не открываются Чтоб не прыгали вниз Чтобы не перелазили выше в более дорогие номера Маршину остается только наверх Страшно всем Помните тот кадр, когда пожарные несли страховку? Так ее уже увозят откачивать настолько страшно Маршин пока отдыхает Полторы минуты Здесь он сообщил, что горло пересохло Жалеет, что не взял воды Еще рассказывает, дескать, то же самое было Когда он поднимался на шпиль во вроцлаве Что, дескать, пожарные будут надувать подушку Еще минуту отдохнул Есть подушка Показывает, что с ним все в порядке Еще две минуты Всего четыре с половиной он отдыхал здесь Но на этом центральном перекрытии С надписью Samsung Можно предположить, что... Сейчас, ребята Вот мне даже на видео стрёмно это смотреть Я клянусь вам Стрёмно, потому что, бля, я ненавижу высоту Я падал с высоты И даже вот такое смотреть для меня Это дичь У меня реально в ногах просто холодеет В пальцах холодеет Просто от того, что я смотрю На какой он, черт побери, высоте Я бы уже всё Там я бы... Я бы даже первого этажа бы не поднялся бы так Даже полегче забираться Так как есть горизонтальные перекладины Вроде лестницы Они, правда, глубоко Конечно, неудобно А что еще менее удобно Так это переход на окна Очень опасный момент Марчин хоть и отдохнул Но продвигается медленно Здесь торопиться нельзя У него кончался порошок А новый далеко Только на верхних этажах Там, где президентские номера Но пока вроде с трением проблем нет Жизнь, дорогие зрители Я что-то как... Не показывайте вниз, пожалуйста Это даже паник от таких кадров Внизу виден белый квадратик подушки В нее еще надо попасть По футболке видно, как его приятно ласкает ветерок Ну, на такой высоте должно быть как раз В тему Если вспотел Люди внизу смотрят, что будет А для них-то там на месте В реальном времени может быть что угодно Напряжение Марчин здесь сообщает, что уже отдохнул И готов подниматься до конца На футболке у него два молота Это ограниченная серия из магазина Корни Люфт В честь профессионального польского... Просто... Бля... Пиздец Праздника Барбурка День горняка шахтеров Стоит... Сука Ты заебал Остановись, блядь 50 злотых 650 рублей Шорты не знаю Может самодельные Лезет Марчин, лезет Отель Марио 523 номера класса люкс 8000 рублей за ночь Можно, конечно, повисеть снаружи бесплатно Но это будет недолго Не целую ночь Лучше переплатить Вены, кстати, у Марчина заметно вздулись По сравнению с началом Вот это ракурс, так сказать, успокоительный Как будто он лезет по шведской стенке Но это стенка польская Курвистая Вот эти белые края небоскреба Нахренеть просто Ты посмотри, сколько он забрался Небоскреба по ночам подсвечиваются Кстати, за 20 лет до Марчина Француз Алейн Робер Тоже вскарабкался на этот небоскреб Без страховки И потом польский фотограф Давид Кожляковский А спустя 10 лет И Бартоломео пиело И вот Марчин Банот продолжает Их достижения На последних двух этажах В ресторане Лим Панорама Клаб Его уже ждут Сейчас полезет по окнам там О, вот так это примерно выглядело На всех остальных этажах На следующий день, наверное, были жалобы Что, дескать, работник-то лазал А окна не помыл Полно людей Полно людей, сообщает Марчин До вершины остается всего ничего Момент монументальный Но его еще ждет общение с органами Которые, возможно, ждут его на крыше Остается перекрытие с надписью Мариот Как посередине был Самсунг Я хоть сам и не лез Но мне уже очень хочется перевести дух Там, наверху, на крыше Остаются буквально последние метры Слышно шумит вентиляция Страшно грохочет перекрытие 37,5 минут Господи, ну все, отолезай уже Давай, страшно Остается последний выступ Слишком широко не зацепиться Но, по крайней мере, на крыше никого нет На вытянутой руке получается зацепиться И сейчас он впервые может согнуть спину Он же все это время стоял 37 минут 45 секунд непрерывного альпинизма Марчин Банот сейчас буквально на вершине Молодец Так, что скажет? Слушаем Все, что я сейчас хочу сделать Это снять обувь и попить воды Видно, на крыше уже есть сотрудники полиции Марчина забирают под шумные восторги людей вокруг Их можно понять Зрелище было крайне впечатляющее Дорогие зрители, я надеюсь, вам тоже понравилось Здоровья вам, добра, любви и процветания Спасибо за внимание До свидания Охренеть, просто охренеть Бля, вот есть люди реально вот Настолько безбашенные Не, но Безусловно, такое повторит уже не каждый Но, бля, это PCS как ссыкотно Это правда ссыкотно Это заслуживает по-своему уважения Но, а также Это полное безумство Туда карабкаться, туда лезть Это просто жесть Это реально жесть Даже там просто смотришь на эту высоту Там офигеть какая высота Шлепнешься и даже не поможет тебе надувной батут там Что ж, ребята Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь, кто не подписан И увидимся в следующем видеоролике Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok